Ну и что же это делается, друзья? Стоило мне буквально на минуту отвернуться, как ГВ выкатило все миниатюры нового стартера. Меж тем он называется Индомитус, и этот стартер не просто стартер, а стартер старта девятой редакции. Будет ограниченный тираж только на старте, и потом уже будет какая-то, видимо, другая версия. Все миньки, я думаю, никуда не денутся, возможно, будет абсолютно такая же коробка, только немного в другом оформлении. Скорее всего, они также сделают несколько маленьких вариантов, как сейчас, да, там, No Fear, там, у нас где три Мариничка против трех Нурблитиков, и то же самое будет здесь, там, три велосипедиста против трех Дестройеров. Победить велосипедисты, естественно, не смогут, но хотя бы уедут. Сразу говорю, миник дохренища, и все они пашфит, так называемые, то есть, как бы, не те наборы мультипарт, где ты собираешь из кусочков, а просто такой взял одну детальку, другую вставил, клея не надо, все, можешь играть, идти там, даже некроны будут своего серого цвета, пластика, а Space Marine, скорее всего, синего. Ну, короче, ГВ продолжает свою политику, чтобы не распугать ребят, которые, блин, чего? Тут еще и клеить надо, и красить, а в жопу не пошли бы вы, я лучше поиграю в довчик первый, второй, третий, третий, кстати, не надо. Что, кстати, несколько забавно, потому что они позиционируют этот набор, как набор для опытных хоббистов. Я вынужден еще раз повторить вам это, друзья, пашфит для опытных хоббистов. Но пойми, ГВ правильно, она одним выстрелом убивает сразу двух зайцев, то есть, все, кто не умеет собирать, у кого руки из заднего места растут, спокойненько берут и такие, хоп, все собрали, красть не надо, играем. А для профессиональных хоббистов, богов конверсий, это как бы дополнительный челлендж. Потому что, чтобы, там, поменять позу или какой-то кит-баш сделать в пашфит моделях, это реально нужно иметь прямые руки. То есть, тут ГВ как бы не лукает. Она немножко умалчивает о том, что этот набор также и для начинающих. Но, видите ли, в этом наборе нет ни кубов, ни линейчик, а значит, он для профессионалов, у которых это все есть. На самом деле, логичный ход. Они каждый раз клали кубы, какие-то розги. И это дополнительные расходы для ГВ. Но кубы все эти выкидываются в основном, розги тоже все выкидывают. Всегда покупают нормальные рулетки, нормальные кубы. И даже новичку, для которого эта коробка будет первой коробкой по Вахе, втюхают вместе с ней какие-нибудь красивые кубы с ободком от унитаза, например. И заодно рулеточку. Так что, правильно, что не стали класть в эту коробку ни до кубы, ни до линейки. Только траты одни, а толку никакого. И прежде чем мы перейдем к обсасыванию горы этих новых миник, давайте упомянем, что еще есть в наборе. Во-первых, это полноценная толстая книга правил девятой редакции. Причем, как я понимаю, тоже в специальном праздничном оформлении. И потом книжки будут не такие красивые, а обычные, там, черно-серые, с какой-то иллюстрацией. А здесь такая вот обложечка прям без каких-либо бордюров, поребриков и прочего. И таким рулбук будет только в этой коробке первого тиража. Не знаю, насколько это важно, но, в принципе, я вот как бы не собираю ни некро и лояльных спейсмаринов, кроме пасты, разумеется. Но коробочку себе хочу ради рулбука, потому что, как я постоянно говорю, я люблю большие красивые книжки. Вот у меня там на полочке даже лежит корный рулбук АОСа. Уж в чего, в чего я не играю. Но, блин, такой он кайфовенький. Там такая женщина прикольная со щитом. Здесь какие-то мужики потные. Ну, ладно, куда деваться. Помимо этого, в коробке еще найдется буклет The Edge of Silence, где, как бы, написаны правила на все модельки, которые есть в этой коробке. И немного бэка, который стоит вот за этим конфликтом. Ну, и бэковое описание юнитов, само собой. Плюс там еще инструкция, там, естественно, переводилочки, но это уже для нас не важно. Давайте перейдем к миникам. И, как ГВ, начнем со спейсмаринов. Примерис Кэптон. Вооружен мастер-крафтед пауэр с вардом. И, если честно, теперь что-то все подряд у нас мастер-крафтед. Кого ни возьми, отлично научились все делать поголовно у всех мастер-крафтед оружие. И если раньше на мастер-крафтед были свои правила, там, рерол одного кубика на попасть или пробить, то сейчас, как бы, реролы, их просто жопой жуй от всех источников. Сам капитан себе реролы эти раздает, ему в таком формате мастер-крафтед из времен семерки нафиг не сдался. Там, что у нас сейчас в мастер-крафтед дэмэдж больше? У меня только один вопрос. Примерисы, они же такие конвейерные. Откуда у них столько мастер-крафтед оружия? Впрочем, ладно, неудобные вопросы. Это не про сегодняшний выпуск. Давайте вернемся к нашему Примерис Кэптену. Как видите, у него есть реликовый щит. Причем в комплектации со встроенным мучником. Ну, вернее, скелетом мучника, потому что мучник уже отмучился. Правда, не совсем, потому что кто-то догадался всунуть ему в черепушку горящую лампочку. И теперь он светит из своих глаз жутким потусторонним огнем. Меня, кстати, заинтересовала эта опция. У него там RGB-подсветка, я надеюсь. То есть ты можешь управлять цветом того, как глаза эти горят. Например, где-нибудь сзади у него там такая ручка. Ну, он держит. Как бы и пальчиком может так, типа красный. Сейчас будет опороть. Ой, белый, отступаю. Как-то так. Может быть, там еще какие-нибудь полезные функции. Например, не слепить встречных капитанов. Или функция проводи меня домой, когда как бы свет светит там еще несколько секунд, пока ты вот от щита бежишь в свой бункер, чтобы видеть дорогу и не бояться монстров, которые прячутся во тьме. В общем, к этому щиту очень много вопросов. А также у меня вопрос к капитану. Какого хрена он заправляет свою робу в доспех? Нет, ну серьезно. Так делают только ботаны. И как бы сразу в ту же корзину вопрос по технике. Вот роба, уходящая под нагрудник, она как бы не нарушает целостность доспеха? Нет, я понимаю, что так за край не задувает. Опять же, в ритузы он все это заправил пояском, подпоясался, и вот уже все хорошо. Но смотрится же по-ботански. И обратите внимание на его шлем. Похоже, помимо того, что он ботан, он еще и реконструктор. Потому что у него рыцарский шлем с открывающимся забралом. Вообще, чем дальше, тем больше понятно, что дизайнеры ГВ, которые отвечают за Спейс Маринов, сейчас черпают вдохновение в рыцарях Средневековья, а не в каких-то легионерах Древнего Рима. Это уже пройденный этап. Поэтому у него правого плеча вот этот вот небольшой щиточек, который расписан прям вот под эту рыцарскую хохлому. Поэтому огромный щит со скелетом, поэтому куча висючек, и даже балахон, заправленный в ритузы, тоже поэтому. ГВ хочет, чтобы вы четко осознавали, приморисы это рыцари 41-го тысячелетия. И, кстати, все спейс-марины этого набора, они как бы про ближний бой, что тоже поддерживает общую тематику. Однако остался последний вопрос, который мучает меня до сих пор. Зачем этому скелету песочные часы? Что именно он собрался отмерять таким экзотическим способом? Если вы догадываетесь или даже знаете, пожалуйста, расскажите мне в комментариях, потому что вряд ли я засну сегодня ночью с этой мыслью, так и не раскрыв эту тайну. И очередной приморис-лейтенант. Теперь с нео-валькитным пистолетом. Из соседней палаты, где до сих пор провожает полумертвую ересь Хорса, докладывает, что валькиточки это как бы интересное оружие. Посмотрим. Это какой-то новый, пересмотренный Белизариусом Колом вариант, потому что называется нео-валькит пистол. Будет ли он стрелять фиолетовыми, фарфорицирующими лучами, узнаем совсем скоро. Также, само собой, у него мастер-крафт от Пауэрс Ворд и, естественно, огромный щит. Рыцарская забрала на шлеме, и роба снова заправленная в доспех. И ритузы тоже на месте, если вам интересно. Сверху, как и у капитана Айрон Хало, который дает четвертый инвуль, не совсем понятно, зачем, если у него есть щит, который дает третий инвуль. Ну, либо щит третий инвуль не дает. И, кстати, на этом конкретном щите у лейтенанта никаких скелетиков нет, не заслужил. И еще я хотел бы отметить большую кубру от большого пистолета. Прошли те странные времена, когда у тебя на модельке в руках огромный болт-ган, а так бура, которая висит у него на поясе, ну, не знаю, туда можно какой-то такой пестик водяной положить, и все. А вот то, что в руках, так и держишь в руках. Приморис Капеллан. Очередной. И, кстати, гораздо менее харизматичный, чем прошлый. Тот такой сочный, а этот, ну, просто урод. И зачем было его выпускать, когда уже есть хороший Приморис Капеллан, не очень понятно. Ну, то есть, да, Капеллан отлично ложится в идею этой коробки. Мы все бежим в ближний бой, и там всякие твои молитвы нам очень понадобятся. И если бы они взяли старую миньку, то она смотрелась бы очень странно среди всех остальных новых миньек. Но, с другой стороны, в таком случае можно было спокойно обойтись и без Капеллана. Все равно баланса в этих коробках мы сроду не видели. Но, видимо, у Космодесанта своя логика. И лишняя минька Капеллана, как и лишняя минька Лейтенанта, никогда не помешает. Другие фракции, у которых там куча керекторов в Смоле еще, они как бы подождут. Тут вот второй Капеллан нужен. И тоже, само собой, заправляет шубу в трусы. И тоже совершенно комично подвязан кожаным ремешком. Я прям вижу, как это все работает на поле боя. От какого-то там случайного рикошета поясок на Капеллане слетает, балахончик там от ветра такой, хоп, на морду ему взлетает, он воюет не в ту сторону. Если, конечно, раньше просто сам нападал, себе не наступит, и мордой в грязь не упадет. Вот такое оно 41-е тысячелетие. Здесь главное быть модным, а не эффективным. На эффективность никто не смотрит. Джудисиар, парень, который пришел казнить всех своим мечом для казни. Вполне возможно, что ему еще не сообщили, что приговоренные, они еще не стреножены, и прежде чем приводить приговор в действие, придется с ними немножко повозиться. Но, судя по всему, для решения этой задачи, он тоже взял с собой песочные часы, которые называются Темпер Мортис. Это слово состоит из двух слов. Время и смерть. Вы можете их как бы соединить, и вот это вот Pen Apple, Apple Pen, и понеслась. Скорее всего, механика, которая завязана на этот Темпер Мортис, связана с реролами. Хотя, по факту, хрен его знает. И этот парень тоже несколько странный, потому что поверх доспеха он зачем-то нацепил на себя кожаный плащ. При этом ему явно в нем не очень удобно, потому что ему пришлось скинуть правую сторону, чтобы взять просто меч в руку и взвалить себе его на плечо. Видимо, в противном случае рука бы просто не поднялась. Но, опять же, это Вархаммер 40 тысяч, и здесь пафосный вид, гораздо важнее того, можешь ты руку с мечом поднять или не можешь. Ну, а у этого, в целом, очень готичного парня, я думаю, с этим никаких проблем не будет. Вид, что надо. Блейдгард ветераны. Я, похоже, начинаю понимать, каким образом тот ботон все-таки дослужился до капитанского звания. Они здесь все, сука, заправляют свои халаты под доспех. Это просто такая новая мода нынешнего сезона, а я дурак и ничего не понимаю. И все они в целом выглядят, как этот капитан и лейтенант. Те же огромные щиты, тоже мастер-крафт от мечи. Опять же, откуда у них столько мастер-крафт от мечей? У всех куча висючек, у всех айрон-халло сзади. Тяжелые болт-пистолеты, кстати, в кобурах. Это тот редкий случай, когда варгир, он как бы убран. Обычно все-таки ГВ старается делать, чтобы у модельки все оружие было в руках и сразу видно. Но здесь у парней и щит должен быть, и меч должен быть, но они еще и пострелять при этом должны. Куда? Ну, третьей руки у спейс-маринов, к сожалению, нет. До них еще там четырехрукий император как бы не добрался. Поэтому пистолеты в кобуру, но в варгире они прописаны. И ГВ говорит о том, что это самые стойкие будут спейс-марины из всего ряда спейс-маринов. Что именно это означает? Непонятно. Очевидно, что не инвуль, потому что инвуль никогда тебя особо стойким не делал. Возможно, это фейнпэшечка, возможно, дополнительные вунды. Посмотрим. Главную эту мысль не теряйте, о том, что это орден ботонов-реконструкторов. И вот вам самый главный ботон-реконструктор. Блейдгард Эншин. Знаменосец, который сказал, в жопу эти тряпки, вот у меня скелет с крыльями. Живите с этим. И в балахон чуть ли не весь с головой закутался. У него он даже горжетки прибит гвоздями. И обратите внимание, что из оружия у него, по сути, только знамя. И вот это вот, как это назвать, стенд для перстней. Знаете, вот когда приходишь в магазин, там всякие ювелирные украшения, и вот такая вот ручка стоит, на которой, значит, перстни всякие, чтобы ты мог выбрать. Вот он в каком-то ювелирном магазине эту руку спер и с собой теперь носит. Помимо ключа от своей детственности, естественно, который тоже можно заметить висящим на его поясе. А Айрон Халлон свое нагнул вперед, чтобы оно как венок выглядело, такой терновый, с шипами. Ничего не хочу этим сказать, наверное, здесь никакой связи с одним гражданином, который был когда-то распят на кресте. Может быть, это не специально сделано, просто парень случайно погнул и как бы не заметил, что вот так у него сейчас стоит, хрена узнает. Эрадикаторы, приморисы, которые держат свои мельты, как чертовы эгэшники, сверху. Это, правда, не совсем мельты, это мельтовинтовки. Очередная сущность от ГВ. Суть их в том, что у них более большой рэндж. Вообще, приморисы взялись переосмысливать весь канонический арсенал космодесанта. Я даже не знаю, плохо это или хорошо, потому что, с одной стороны, у тебя есть классические инструменты войны. Болтер, мельта, плазма, огнемет. И как бы все привыкли, профиль все знают наизусть, но, с другой стороны, несколько скучно. Нужно куда-то продвигаться, а выдумывать совсем уж новые виды оружия во вселенной, где как бы новые технологии чуть ли не под запретом, занятие не из простых. Поэтому пытаются что-то делать на том, что уже есть, но как бы получается, что у тебя есть мельта-профиль, который ты знаешь с детства, а есть теперь какой-то мельта-райфл, который хрен его знает, что делает, каждый раз будешь спрашивать у твоего оппонента, который играет за спейс-маринов, надо оно нам, нет, фиг его знает. Но, тем не менее, вот такие мельта-райфлы теперь будут. И эти парни будут стрелять из них издалека. Раньше, конечно, в пятой редакции это было бы ой-ой-ой, потому что мельта была очень мощная, это было самое лучшее оружие в игре, ну, за космониссан точно. И как бы его мощность нивелировалась тем, что 12 дюймов всего лишь рейндж, а эффективный рейндж, когда уже действительно что-то опасное наступает, это 6 дюймов. То есть, если ты хочешь мельтой взорвать танк, ты подходишь прям близко, и это было рискованно. А если бы мельтой ты мог палить издалека, это был бы уже эребор. Но, как бы, в восьмой-девятой редакции это уже не так страшно, мельтая, ну, это как бы обычное оружие. Но, опять же, непонятно, у нас есть мультимельтая, которая стреляет на 24, ее тоже, в принципе, держат вот так вот сверху, ну, по крайней мере, девчонки, а эрадикаторы, они как бы так же держат. Типа, женское седло для спейс-маринов. Я сейчас могу разойтись по этой теме, так что остановите меня лучше. Ладно, понял, не буду. И вот есть мельта, ну, вернее, есть мельтопистолет, у которого совсем, там, 6-3, есть мельта 12-6, есть мультимельта 24-12, и мельтрайфл. Какой рейндж будет у него? Хрен его знает. Но парни определенно красавцы, пусть и с женским хватом. Ассалт, интерцессор, скват. И вот, значит, я на них всех таких красивых смотрю, и не могу отделаться от ощущения, что они все поголовно просто в растянутых свитерах бегают. Вот этот изгиб горжетки у них, плюс такой обвисший дизайн нагрудной пластины создает впечатление, как будто они все поголовно в свитерах на несколько размеров больше. Помните, был такой мультик, Царевна-Лебедь, по-моему, называется, где сестра братьям всем из скрапивы наделала свитеров, и они на них вот так вот висели. Очень напоминает. Но, тем не менее, это новый вид интерцессоров, ассалтных интерцессоров, которые про ближний бой потому что вместо миллиона видов болтеров, опять же, к вопросу о запоминании профилей всех этих видов болтеров. У парней в руках чейнсворды, причем, похоже, не просто чейнсворды, а астартис чейнсворды, что, боюсь, намекает на то, что у карланов будут обычные старые чейнсворды с обычным профилем, а у этих, как всегда, у приморисов. Улучшенный болтер, улучшенный чейнсворд. Ну и помимо этого, у них тоже тяжелые болт-пистолеты, потому что, ну кому нужны обычные болт-пистолеты, когда ты приморис? И на сладкое у нас аутрайдеры. Все те же парни в растянутых свитерах, связанных из крапивы, на красивых байках. Тот уж ни дать, ни взять. Байки прям получились топовые. У них тоже астартис чейнсворды в руках, хэви-болт-пистолы и спаренные болт-райфлы, встроенные в байк. Ничего из обычного набора оружия спейс-маринов у приморисов не осталось. Байки красивые, сочные, футуристичные. Прям не обидно будет брать этот набор ради только одного рулбука. Как бы рулбук, прижму к себе груди, и байки на конверсии, каким-нибудь саркам на байках, которых у нас в кодексе больше нет. Нет, с байками у меня не сложится. Но модельки красивые. Прям даже жалко, что больше нет ни лордов, ни сарков на байках. И это только часть спейс-маринов. А еще помимо них есть некроны. Ну то есть на этом моменте это уже охренительный стартер куча клевых новых моделек. Вот сейчас, как ГВ делает, мне очень нравится. Выпускает какие-то спаренные коробки, где все модельки новые. И ты прям в соки исходишь и очень-очень ее хочешь. Так что даже я, как бы не имея отношения ни к тем, ни к тем, хочу эту коробку себе. В любом случае, куда одеть эти миньки, я найду. Потому что, так или иначе, я спейс-маринов собираю. Пусть с рогами, да. Но тем не менее, спейс-маринов. И что-то с размером видоса у нас совсем уже все плохо, поэтому некронов давайте в отдельном видосе. Я надеюсь, он прям сегодня и выйдет. Терпением не на монтаже. Но в любом случае, стартер классный, а обязательно предзаказ. Но оставьте одну коробочку мне. Все не разбирайте. Помните, что дед тоже хотел себе стартерочек в коллекцию. Люблю, целую, берегите себя и свои именечки. Целайк поставил. И подпишись. Редактор субтитров А.Семкин